Вот ваш охранник, я не знаю, это ваше шоу, она просто показывает нам на дверь, ничего сукшим подавать. Говорит, что мы должны по-быстрому собираться, когда люди находятся еще в зале, как я вижу. Знаете, вообще-то ваше пушкинское ОПГ держит незаконной изоляции, со стотысячными каунтов, в том числе, значит, вот, значит, о государственных контактах. Не пропускать мои видео, в которых соберется и формат, и в жизни государственных органов. И бесится за того, другой пошел молодежный какой-то парень. Вот, он пошел туда, так быстро смысл, может, он вообще-то не вашего эшелона. Вот, я не знаю, может, какие-то ошибки. Вот, вы знаете, вот люди считают, что я со своим правам, значит, дипломируя работника искусства, должна голодать из них, как проститутка. Я не поняла, а на каких, собственно, правах мне ваши уголовники считают, он лежит на магазин. Как мне войти? Во-первых, я вошла сюда с оскорблением, я уже могу почистить дотойство. А спокойно обратить, заявляя мне, что венцов, без пяти, значит, один разыгрывается. Какой мне еще венцов? Я вам что-то чмурка, которая пришла, значит, за алкоголем, что ли. У меня какой-то неблагонадежный вид, или у меня жидовский вид. Знаете, когда я тверю три часа, я похожа на еврейку. Но вообще-то у меня родители русские плюс немцы. Вообще-то сегодня День России, вы знаете, люди должны веселиться приблизительно хотя бы. Или у вас украинская структура здесь, которая недовольная, что День России мы не должны купить. У нас, вообще-то было, извините, мало денег, и мы с трудом выкрали вот эту сумму. Я не сотрудник Ошана, а сотрудник Аквареля. Пожалуйста, вот. Вы сотрудник Ошана. Так я не Ошана, а охранник Аквареля. Я знаю по Москве вашей юрисдикции, что у вас, значит, эшелон. Вот это не наше эшелон. Эшелон охраны не относится именно к Ошану. Поэтому я и не подхожу к работникам Ошана, которые мне не хамили. Знаете, в Москве была та же ситуация. Вы какие-то праздники ищите особенные, вы знаете, вообще-то троица, между прочим. Православные. Поздравляю вас, да, если вы не с вами, не спать. У меня в деревне престол сегодня. И я живу в деревне принципиально. Ясно, потому что в Москве хамят. Я тоже живу в деревне. Я живу в деревне. Я тоже живу в деревне. Это преднамеренное действие. Без горячей воды, даже без холодной часто. Вот так. Все. К вам, претенджер, вы мне не хамили. Начали к нужде вашего эшелон. Так как мы можем датыкать на гражданские права, я уже сейчас в компьютере не ступлюсь, я предпочла с вами провести интервью. Вот. Спасибо. Вот. Могу ваше имя знать? В общем, не без одних. Ну, вы же не хамили. Все. Так что я предлагаю всем жить в деревне. Вот подальше от Москвы. Понятно? Секс на визу, значит, и хамилы. Понимаете? Вот в Москве, вот все. Там была такая же история. Человек другого шел. Такая черная форма у них. Какой-то, вот как называется, небескот. Ну, и знаете, да? Кто черный? Ну, понятно. Черной формы. Много фирм таких. Да. Они там оккупировали это место. Вот они снимают. Вот. А представляете, работник Ингаршана. Я бы сняла отношения очень долго. Под Новый год был тоже такой же скандал. Все. Извините. Вы человек другой. Я понимаю. Все. Все. Спасибо. Вы понимаете, если я очень успешно в камере, вообще-то я в ту же его государство, я попросила относиться ко мне с уважением.